привет всем сегодня приехал ерц автоматически все он взял самый подключился значит что сие есть это вот такое вот головное устройство с айпи защиты там хороший альтернатива предыдущему главному устройству которое я выглядела и выглядит вот так вот почему я несмотря на то что то у главного устройства kicker kicker к м c 2 долго нудно ждал с америки она приехала я его попробовал у меня полностью устроила но почему же я все-таки взял герц самое главное что мне здесь понравилось это то что герц показывает вольтаж вольтаж в сети постоянно это раз во вторых он в два раза мощнее здесь 4 по 50 ватт и самое интересное то что владельцы bmw r1200 rt сейчас видят они видят верхний козырек куда устанавливаться вот в это место обычно устанавливается штатно не штатная навигация там гармин множество вояжеров скажем так дрочит на этот археармин но я не отношусь к этим людям я просто гармин отсюда вернее крепление по 3 снял и о чудо о чудо посмотрите посмотрите как этот герц легким движением уж понимаете что все должно быть легким движением позорить как он всегда хорошо засовываться ну как это будет выглядеть в концовочке я покажу сам факт интересный заключен в том что вот эти все размеры совпадают с размерами этого чудо главного устройства еще раз повторюсь не 4 по 25 а 4 по 50 ватт действительно наград громче настроечки поинтереснее здесь есть сейчас я к ним перейду и и и и и и и и и ну и то что он очень хорошо вписывается именно в козыречек вот этот который сверху над приборной панели находится мотоцикл бмв r1200 рт модельного ряда 14 ваттам до 20 года к 52 называется ну что продемонстрирую вкратце вкратце значит функции наверное так пойдем вот эти все вот эта кнопочка переключает у нас благодаря вот этой чепухи да мы можем крутить вы видите что мы можем здесь крутить можно строить радио можем настроить bluetooth usb так дальше значит usb здесь 2.0 bluetooth здесь bluetooth здесь 5 5.0 bluetooth значит что удобно удобно то что есть кнопочка зоны то есть мы можем сразу же с головы регулировать как басы еще раз показываю как басы так и единственный конечно минус что ну так вот быстренько включается то есть мы можем басы регулировать мы можем регулировать то ее так минуточку а как же мне переходить а вот то есть мы можем регулировать передние колонки задние колонки и естественно сапчиком в перспективе я надеюсь что все таки установлю сап на мотоцикла звучит дико но все таки интересно посмотреть и послушаю как как это сообщик работает дальше еще сразу же на морде у нас есть кнопка которая регулирует яркость вот вы видите да ну переключаю да и эта яркость видна ну допустим включим мы вот эту функцию вот так он будет лучше то зависимости от того какая яркость нужно вы просто сразу на морде одной кнопочкой все регулируйте ну соответственно перемотки поиски и так дальше все здесь хорошо работает еще раз повторюсь что вольтаж на мотоцикле видеть очень полезно чтобы не посадить аккуму и он здесь вот он находится одна кнопочка мы нажимаем и все начинают работать вот эта вся история регулируется вы видите я могу установить уровень передних колонок уровень задних колонок зафиксировать и она будет все автоматически мне одной вот это вот а кнопочкой регулироваться на регулироваться вот таким вот образом вот как вот у меня передний задний не сам так что я думаю очень много всяких обзоров на ерс существует на этот но по крайней мере один я нашел достаточно хороший наверное все таки в описании ссылочку дам где разжевываться все функции что как но по большому счету это не особо то важно потому что задача у меня стоит инсталлировать самое оптимальное устройство в мотоцикл и которая будет походить под все вот эти вот уголочки и зигзаги ну в общем смотрите смотрится гармонично еще плюсик есть вот такая вот крышечка на то есть это голова просто берется вот таким вот образом и если вы моете она просто накрывается это тоже тоже такое удобство неудобства неудобства первое то что меню быстро выщелкивается назад в это заметили да то есть не нажал скажем так ну вот этот вариант и видите проходит две-три секунды она исчезает настроить время исчезновения меню нельзя и второе неудобство здесь это то что в момент скорость включения скорость включения у него а мы сейчас посчитаем до момента включения автоматически звука 15 секунд я так понимаю там что-то анализирует что-то делает и только после 15 секунд он включается то есть мы включили зажигание мотоцикле там пока тут 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 в любом случае альтернатива другого я пока не нахожу есть то конечно в принципе альтернатива за 300 или 400 долларов называется она босс вот мультимедийная такая же глава но она чуть больше в америке ждать еще там две-три недели может и месяц пока придет чем я остановился на этом герце как он играет играет ну играет громко и в принципе достаточно самое интересное что я проводил эксперименты с заменой динамиков вот в этих вот калошах кстати совет если у вас вот видите я вытянул оригинальную акустику и в этой акустике я меня вот эти динамики я наверное возьму все-таки в это видео в суну два обзора первый обзор головы а второй обзор того как я менял эти динамики как это все звучало в общем толку от этого я не получил и видим разницу в магнитах теперь по весу вот же ксим у нас весит 580 грамм ровно оригинал у нас весит 217 разница ощутимая кстати здесь тоже мы видим что подвес не подвес этот рама сама пластиковая пластиковая рама подвесик такой упругенький здесь подвесе у а здесь просто мягче гораздо подвес сам подвес мягче и вот он такой вот еще вам вот так вот сравню чтобы было виднее чему это все да простят меня дамы за мой французский намного лучше намного акцентирование отыгрывает бас с помощью фазоинвертора с помощью фазоинвертора и наверно рассчитан правильно рассчитанного объема она дает достаточно хороший при хорошем усилителе кик и в общем она звучит намного благороднее чем вот эти вот все колхозы имейте это ввиду и самое ценное это как вот к этим разъемом видно да вот эти вот разъемчики как не подключаться вот таким колхозным методом а подключиться правильным методом так вот обычные разъемы сейчас я глаз закрою чтобы автофокус меня определил оп вот вот этот вот этот разъемчик видите это разъем от простых колодок бмв и он прекрасно подходит для соединения с этой акустикой тоже штатной на мотоцикле бмв р 1200 рт кстати насчет сабвуфера естественно я пытался каким-то образом удешевить и модернизировать что-то изобрести интересное в плане озвучки низкими частотами мотоцикла для этого я поехал на разборку и взял от 70-го кузова саб 60-го кузова 61-го но одним словом все что можно было ухватить на разборке я взял и попытался этим всем скажем так почувствовать уровень низких частот которые получаются в результате подключения этого звука скажу вам сразу все это утопия не повторяйте мои ошибки это не играет и не работает я еще заказал вот такой вот усилитель усилитель называется кикер тоже PXA PHA по-нашему 200.2 кто не увидел что у него тут в коробочке в коробочке у него вот такая вот небольшая небольшая резячка почему я вообще решил купить этот за 200 по моему 50 или 280 долларов уже точно не помню усилитель да потому что я посмотрел на форумах что на штатную акустику подключают этот усилитель вернее вместо штатной акустики вместо штатной акустики какие-то динамики хорошие это в москве происходит и с этим усилителем все шикарное храет плюс этого усилителя в том что он очень маленький вот видите да величина это вот так нет вот так усилителя кстати при вас еще могу показать что он абсолютно нульцевый а и еще ну да не будем это удалять это пойдет на продажу то значит сзади у него есть вот такая вот штучка которую можно приоткрыть и тут есть настроечки видно не видно вот так вот видно да вот вот такие настройки тут есть срезы есть 60 80 120 герц есть хайпас фильтры есть общий высокие низкие срезы в общем в чем прикол прикол в том что он залазит под заднее сиденье BMW r1200 rt и при этом выдает честных по моему 4 4 по они всего-навсего он двухканальный 2 по 25 ватт так 2 по 25 ватт он выдает но это хорошее 25 если уже совсем все плохо и вы не можете себе купить там alpine pdx по моему v9 или v6 и у вас какие-то там небольшие запросы к звуку то в принципе вот это 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 будет хорошим решением он маленький легенький там какая-то защита у него наверно просто стоит вода гидра и так дальше но чем они превосходны это тем что они там якобы защищены от атмосферных воздействий вот по звучанию как это интересно пишется у них мощность на одном оме 100 ватт на канал при двух пятьдесят при четырех соответственно 25 ну и название kicker там ph200 соответственно маркетинг работает он сработал на меня я подумал что действительно там может быть 200 ватт нет он играет точно так же как этот как это голова kicker кругленькая которую обзорчик у меня вы наверное уже смотрели поэтому смысла добавлять усилитель к этой голове никакого нет ну и в общем усилок этот хорош только для озвучки скажем тогда когда уже не место некуда нету места куда впилять Alpine например тот же который мне так же сказал который выдает сумасшедшую мощность вот и я думаю вы сложили себе уже мнение о предмете сегодняшнего обзора надеюсь вам как-то это помогло поможет или 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 станет пригожим у меня у меня вроде все на данный момент времени спасибо что смотрите спасибо что задаете вопросы пишите интересуетесь собственно для вас это все и делается так что будьте здоровы всего хорошего до скорых встреч давайте как они спали снова кнопки они то что